Зима в Татарстане. Когда закончатся морозы? Мегафон избавляется от связного. Юристы по-челнински. Здравствуйте, в эфире универ-ньюс в студии Илья Андреев. 5 декабря в России отмечается День Добровольца. В Казанском федеральном университете свыше 5000 студентов, задействованных в сфере благих дел. Накануне, в честь Дня Добровольца, в КРК «Пирамида» состоялось награждение победителя республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан». Торжественная церемония прошла при участии президента Татарстана Рустама Мениханова в числе победителей студента Казанского федерального университета. Победителем номинации «Гран-при» волонтер года Татарстана 2022 года стал студент 6-го курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Хусейн Амар Сафулдин Хусейн. Он был обладателем специального приза первого всероссийского конкурса «Студент года медики». Работал медбратом в красной зоне Республиканской клинической инфекционной больницы, является волонтером-медиком. Волонтерские движения нашей республики сегодня объединяют 125 тысяч неравнодушных татарстанцев. В этом году Татарстан четвертый раз подряд на федеральном уровне подтвердил статус региона «Добрых дел». Давайте поаплодируем, поздравляем, мы восхищаемся вашей силой воли, бескорыстием, добротой, а также проявлением вашей гражданственности. Продажи «Мегафоном» акции торговой сети «Связной». Ограничение работы App Store для абонентов. Мобильного оператора ждет новый этап развития. Обо всем подробнее узнаете в сюжете Адалины Абдрахмановой. «Мегафон» перестал быть акционером «Связного», продав долю в ритейлере. Как заявил директор оператора Хачатур Памбухчан, компания довольна сделкой, а также за последнее время «Мегафон» активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, что позволило руководству принять такое решение. Я думаю, для «Мегафона» это несущественно. Действительно, «Связной» превратился в непрофильный актив для «Мегафона». А вот для «Связного» потеря крупного акционера, который одновременно являлся крупным партнером по бизнесу, наверное, это существенно. Но вопрос в том, кем «Мегафон» теперь заменен в качестве акционера. Также с мая месяца «Аппстор» ограничил абонентам «Мегафон» возможность оплачивать сервисы «Эппл» со своего мобильного счета. Данная проблема возникла после начала специальной военной операции. Однако у остальных операторов оплата по номеру телефона в сервисах «Эппл» была доступна. На вопрос, почему оплата сервисов «Эппл» с мобильного телефона стала недоступной для абонента «Мегафона», но сохраняется для клиентов других операторов, хотя Трумпа Бухчан на интервью РБК сказал, что в этом решении нет логики. Эта ситуация связана не с «Мегафоном», как с «Экавым», это связано с политикой «Эппла», с их пониманием санкционных режимов. Так что эта ситуация не может быть решена здесь на уровне «Мегафона», и от «Мегафона» здесь мало что зависит. Это вопрос вообще разрешения общей кризисной и санкционной ситуации. Напомним, что «Мегафон» – российская телекоммуникационная компания, представляющая услуги связной сети. Компания входит в так называемую «большую тройку» российских операторов связи и на сегодняшний день обслуживает более 100 миллионов абонентов. Аделина Абдрахманова, Универньюз. В набережной Челнинском институте Казанского федерального университета состоялась неделя юриста в честь профессионального праздника «День юриста». Подробнее в сюжете нашей службы Универньюз. 4 декабря завершились мероприятия, проведенные в рамках недели юриста в набережной Челнинском институте КФУ. Ежегодная неделя проводится со студентами отделений юридических и социальных наук, а также учениками школ города в честь профессионального праздника 3 декабря. Плюс, естественно, мы адаптируем к этому профессиональному дню и молодых наших студентов первого, второго курса, а также мы делаем очень большой акцент на дополнительное активное участие магистров, потому что магистры – это наши вчерашние выпускники. 3 декабря в России отмечается День юриста, который стал дополнительным поводом для консолидации всего юридического сообщества с основной деятельностью в виде служения принципам законности верховенства права, а также установление законной справедливости. Они направлены на повышение интереса к профессии юриста, потому что школьники стоят сейчас перед большим выбором профессии будущей. И вот как раз вот с такой целью, с целью ознакомления, расширения кругозоров была предложена для них лекция. В этом году неделя юриста в набережной Челнинском институте КФУ включала в себя интересные встречи, лекции о правах несовершеннолетних, профориентационные встречи с учащимися школ города, практические занятия по криминалистике с учащимися среднеобразовательной школой номер 34 и 42. Были разыграны модели судебных заседаний. Проведен круглый стол на тему актуальной проблемы предпринимательского права в условиях ведения ограничительных мер. С представителями правового управления ПАО «КамАЗ», а также «Брейринг» защиты прав потребителей с учащимися школ города. Амир Ахтямов, Центр набережной Челнинского института КФУ, Универньюс. Саяр. Первая татарская театральная труппа. О важном событии в жизни артистов смотрите далее. Накануне ансамбль народного танца «Саяр» набережной Челнинского института КФУ отметил свое 15-летие. 2 декабря в городском центре детского творчества состоялся праздничный концерт, посвященный третьему юбилею ансамбля народного танца «Саяр». Для приветственного слова на сцену был приглашен директор набережной Челнинского института КФУ Махмуд Ганиев. Между номерами на сцене городского центра детского творчества были вручены награды, а также благодарственные письма за плодотворный и добросовестный труд участников ансамбля. Было отрадно видеть всех, во-первых, всех старых участников, которые у нас были в ансамбле, и видеть, как поколениями сменяются, циклами сменяются участники и молодых ребят, которые зажигают, у которых глаза горят на сцене и которые дарят нам свой креатив и творчество. Всегда мы знаем, что успех быстро нам никогда не дается. Это очень долговременная работа в классе, которая проходит не один час, которая проходит мы по десять даже часов с ними занимались, и в воскресенье, и в субботу. То есть нужно всегда трудиться, нельзя останавливаться. Нужно просто работать и любить свою работу. Если ты ее любишь, то всегда успех будет на твоей стороне. В юбилейном концерте приняли участие сразу три поколения ансамбля. Зрители с наслаждением смотрели любимые номера из репертуара «Саяр». Молдавский танец «Жаворонок», современная постановка «Ожидание», номер «Сыны Отечества» и многое другое. Со сцены за вечер прозвучало множество поздравлений и пожеланий дальнейших успехов и самосовершенствования. Алина Красильникова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета «Универньюз». В Татарстан пришли морозы. Как долго продлится такая погода и какой будет зима? Для жителей Татарстана узнаете в следующем сюжете нашей новостной службы. В Татарстане уже на протяжении нескольких дней фиксируются аномальные показатели температуры воздуха. В этом году холода пришли в республику неожиданно рано. Эксперты отмечают, что отклонение от климатической нормы составляет более 8 градусов. В настоящее время погода нашего региона формируется под действием обширного антициклона с центром в Сибири. Именно поэтому этот антициклон называется сибирским антициклоном. Он в настоящее время развился так сильно, что своим отрогом накрыл в том числе и нашу республику. Именно под его влиянием на нашу территорию закачивается такой морозный воздух, который сформировал температурный режим нашей республики. 2022 год в принципе выдался аномальным с точки зрения метеорологических явлений. Морозная зима, поздний приход весны и вот теперь отклонение температуры от климатической нормы. Однако по предварительным прогнозам к концу года на столбиках термометра ожидается температура около 7 градусов по Цельсию со знаком минус. Ноябрь выдался контрастным. Он принес нам в том числе один абсолютный рекорд по температуре. Так 13 ноября был самый рекордно теплым днем. Декабрь также начался с рекорда. Так, например, 4 декабря на нашей территории было зафиксировано давление в 779,9 мм ртутного столба. Это атмосферное давление, что является абсолютным рекордом для этого дня. И нынешний рекорд превысил предыдущий установленный рекорд на целых 7 мм ртутного столба, что является очень солидной величиной. Эксперты отмечают, что с возвращением в климатическую норму аномалии в ближайшее время не предвидятся. Благодаря тому, что температурному скачку предшествовало установление снежного покрова, пока что угроза для грядущего посевного сезона не предвидится. Маргарита Михайлова, Фарид Захитагуи, Универньюс. Аспирант Химического института Бутлерова Казанского федерального университета Руслан Лукин отмечен президентом России Владимиром Путином в числе 11 молодых перспективных ученых страны в области искусственного интеллекта. Глава государства отметил работу аспиранта в ходе речи на ежегодной конференции Сбера путешествия в мир искусственного интеллекта. Рад, что немало людей, в том числе совсем молодых людей, разделяют эти цели и вносят весомый вклад в их достижения. Пользуясь возможностью, хотел бы сказать огромное спасибо отечественным исследователям, которые не так давно начали свой путь в науке, но уже формируют технологический потенциал нашей страны. В том числе и целый ряд молодых ученых, хотел бы отметить. Среди них Руслан Лукин. Руслан Лукин. Всем студентам, прошедшим тест, были вручены памятные подарки. На сегодня один из главных путей передачи ВИЧ-инфекции это половой путь. И как раз половой путь среди общего населения. Поэтому очень важно проводить такие семинары, дабы защитить всех молодых людей от ВИЧ-инфекции, от заражения, передающихся половым путем. Поэтому это актуально, это нужно, это интересно. На этом пока все. Мы следим за развитием событий. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала Универ ТВ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова